Сегодня я хочу поговорить с вами про бабло, жилье, продукты, коммунальные платежи, интернет, медицина, парикмахер, транспорт, собака. Поехали! Всем привет, меня зовут Ника, мне 27 лет, я живу со своим мужем Пашей и собачкой Чуней в однокомнатной квартире в Вене, и в этом видео я расскажу, сколько мы тратим денег в месяц. Почему вообще я захотела снять такое видео? Потому что мне лично очень интересно все, что связано с деньгами. И мне нравится, когда люди открыто об этом говорят. Мне нравится, когда люди рассказывают, как именно они зарабатывают, сколько они зарабатывают и сколько и на что они тратят эти деньги. Я помню, как старшее поколение говорит, что деньги любят тишину. Может, потому что какие-нибудь бандиты придут или, не знаю, государство постучит в дверь. Или еще какая-то причина, может быть, здесь несколько причин одновременно. Суть в том, что да, как будто бы реально такое есть, что люди не обсуждают такие вопросы. А зря! Потому что, когда я начинала быть финансово независимой, то мне очень не хватало этой информации. Я вообще не понимала, как бы вообще по всем фронтам я ничего не знала. Я не знала, как люди живут, как они зарабатывают деньги, какие вообще работы есть, сколько на разных работах есть денег. Ничего, короче, я не знала. Мне все приходилось гуглить, спрашивать у каких-то людей face-to-face, спрашивать родителей. И когда я работала в офисе, то я понятия не имела, сколько мои коллеги зарабатывают. И вот просто у меня было абсолютно нулевое представление. Я не понимала, у меня низкая зарплата или нормальная. В этом, конечно же, состоит главная причина, почему работодатели заинтересованы в том, чтобы мы скрывали друг от друга свои зарплаты. Потому что мы тогда не будем знать, что они кому-то переплачивают, а кому-то недоплачивают. Или что, например, женщинам в этой компании они платят меньше, чем мужчинам. Давайте говорить про бабло. Давайте стараться. Я знаю, что многим страшно, и мне тоже немножко страшно. Мне кажется, люди боятся осуждения, и я тоже немножко боюсь осуждения. Я боюсь, что кто-то скажет, что я зарабатываю слишком много. Или кто-то скажет, что наоборот, я лохундра и зарабатываю слишком мало. Это будет очень смешно. Не знаю, просто у меня уже в голове не укладывается, как можно кого-то шеймить за низкую зарплату. Типа, ха-ха-ха, ты бедный. Короче, все. Начинаем говорить о деньгах. И я специально села так, чтобы за мной была белая стена, чтобы я вот сюда вот лепила какие-то надписи. Чтобы все было очень хорошо видно. Чтобы можно было так делать. Сколько тратим мы денег? Еще раз, мы живем в Вене. Вена находится в Австрии. И здесь евро. Евро на момент съемки этого видео стоит где-то 84 рубля. И вот, что я сейчас говорю, что я сейчас говорю, что я сейчас говорю. Жилье. Мы живем в квартире, в которой физически есть две комнаты, два помещения. Одна комната это гостиная, другая спальня. И между ними в коридоре находится кухня. Здесь примерно 45 квадратных метров. Квартира находится не в центре и не на окраине. То есть где-то между. И стоит 500 евро в месяц. Нам очень повезло, потому что вообще такие квартиры в такой локации могут в Вене стоить 700-800 евро. Коммунальные платежи. Мы пока только месяц здесь живем и еще ничего не платили. Но ориентировочно будет выходить где-то 40 евро на газ и 40 евро в месяц за электричество. Интернет. Он стоит 60 евро в месяц, но первые 4 месяца бесплатно. Тут надо сказать, что за ту же самую скорость в Москве мы платили в 10 раз меньше. Типа 500 рублей в месяц. Телефонную связь мы используем с Пусу. И мой тариф в месяц стоит 16.90. Но я перешла на этот тариф, когда у нас еще не было домашнего интернета. Поэтому я, наверное, в следующем месяце уменьшу в половину. И буду платить, например, там 8 евро в месяц. И последнее про жилье это мебель. Частично мебель у нас уже была здесь в квартире. У нас была кровать, диван, стол со стульями, холодильник. Остальное все нам нужно было самим как-то докупать, где-то находить. И у нас, конечно же, была опция поехать в Икею. Всегда есть такая опция. И мы пару раз гоняли. Но в Вене есть 2 других замечательных опции. Одна из них называется Карла. Карла это магазин, куда люди относят свои старые вещи. Там можно эти старые вещи купить. Как бы на физическом споте. По большей части там дешево. Но вообще есть разброс цен. Есть и дорогие всякие мебеля. И еще одна опция это Вильхабен. Вильхабен это сайт и приложение по типу Авито. Разброс цен там абсолютно гигантский. Можно одного и того же качества вещь либо купить за кучу денег, либо получить абсолютно бесплатно. Если вы не в Австрии, то у вас получится зайти на этот сайт только с VPN, по-моему. А если вы в Австрии, то у меня такой совет. С телефона удобнее просто листать и видеть сразу довольно-таки большую фотку в ленте. Но с компьютера удобнее сортировать товары, если вы ищете именно бесплатные. Потому что там можно выбрать одновременно и бесплатно, и геолокацию. А в приложении я не нашла. Приложение либо там по геолокации, либо бесплатное. Итого, если не учитывать какие-то разовые покупки, то в месяц на вот это все проживание уходит 660 евро. Примерно. Далее продукты. Если что, рестораны и доставка еды будут в следующем пункте. Итак, продукты. Сколько мы тратим в месяц? Мы отследили, что в месяц мы тратим примерно 300 евро. 300-350. Но сколько же все конкретно стоит? Well, я сходила в магазин. Причем в два магазина. Один недорогой, другой подороже. Также я посмотрела, сколько вся эта еда стоит в России. Внесла это все в табличку. И сделала сравнительный анализ. Где дороже, а где дешевле. И какой город побеждает. Итак, вот моя табличка со средними, такими прям примерными ценами. Поехали. Молоко. Полтора евро. Соевое молоко. Два с половиной евро. Яйца. Два евро. Хлеб. Примерно два евро за такой большой батон. Батонище. Как видно из таблицы, в Москве что-то дороже, что-то дешевле. И в целом побеждает Вена. Я не знаю, как так получилось. Из самого важного в Вене дешевле брокколи, помидоры, кабачки, батат. Зато в Москве вроде как яйца дешевле. Но еще я бы тут сделала такую мерзкую оговорку, что по моим личным субъективным ощущениям, в Вене фрукты и овощи вкуснее, чем в Москве. В Москве, чтобы помидоры пахли помидорами, нужно заплатить много денег. А здесь нет. Как я уже сказала, в месяц входит примерно там 350 евро. Далее рестораны и доставка еды. По поводу доставки еды ситуация очень похожа на Москву. Много где есть минимальная сумма заказа 13 евро. По-моему, в Москве реально много где есть минимальная сумма заказа 1000 рублей. Типа там в суши. Здесь для доставки все используют два приложения. Одно на М, я не помню, как оно называется. Вот. А другое лиферанда. Мы пользуемся чаще всего им. И заказываем там типа из районных ресторанчиков еду. Чаще всего мы заказываем суши. На двоих как раз получается 13 евро. И у нас есть такой психологический ограничитель в голове, что типа в неделю нужно заказывать не больше двух раз. Рестораны в городе это дороже. И мы вообще не едим в ресторанах. Ну, пару раз мы заходили. И там, например, одно блюдо стоит 10-12 евро. Например, мы ходили в какое-то кафе, где болы. Там такие гигантские болы. Реально гигантские. Там очень много риса. Всего вообще. Вот это стоило 10 евро. На одного человека. То есть на двоих выходит 20. Дешевле заказывать домой. У меня уже жопа болит. Ну, в общем, если мы заказываем по 2 доставки в неделю. 2 умножить на 4. 8. 8 на 13. 24 и 80. Ну, где-то 100 евро. В месяц. Так, перерыв на питание. Да. Вы посмотрите рекламу, а я пойду съем нектарин. Эксель-табличка. Это, конечно, классно для предварительного прикидывания трат, но для ежедневного учета это не очень удобно. Гораздо лучше для этого подойдут какие-нибудь приложения на телефоне. Например, такие как CoinKeeper. Это самое популярное приложение для этих целей в России. Им пользуются более полумиллиона человек. И сейчас я расскажу, как оно работает и для каких задач подойдет. У приложения есть два основных экрана. На этом отображается статистика и история всех расходов. А на этом обзор всех ваших категорий расходов, доходов, а также их источников. Например, у меня источники дохода это реклама, иллюстрации, магазин и патреон. Доходы, которые можно тратить, я храню на двух карточках в Точке и Райфайзене. Наши расходы поделены на категории. Продукты, психотерапия и медицина, аренда жилья, рестораны и доставка еды на дом, покупка вещей, зарплата Маши, быт, связь, интернет, немецкий, чуня и транспорт. Вы можете заметить, что немецкий чуня и транспорт отличаются от других иконок. Это потому, что у них нет запланированного на месяц бюджета. А у всех остальных расходов он есть. Он написан под иконками. И это позволяет вам всегда видеть, сколько вы потратили в выбранный период и сколько вам еще осталось запланировано. Если осталось много, то иконка зеленая. Если вы приближаетесь к запланированной сумме, то оранжевая. А если уже превышаете, то красная. Дальше. Как вбивать траты. Если у вас есть карта ВТБ, Тинько, Альфа-банк или Сбербанк, то я вам завидую. Вас можно настроить все автоматически. Вы можете синхронизировать CoinKeeper с вашим банком. Вам надо только пару раз показать приложению, что вот этот расход – это вот эта категория, и дальше оно запомнит. Если же у вас другая карта, то расходы надо вносить вручную. Это несложно и можно делать двумя путями. Допустим, я картой точки заплатила за доставку суши. Значит, надо перетащить деньги вот отсюда, сюда. И написать сумму. Второй путь – это нажать на кнопку «Добавить» и кликнуть сначала на источник денег, потом на категорию траты. И дальше все то же самое. В итоге вы таким образом можете контролировать ваш личный или семейный бюджет, контролировать свои расходы и смотреть, сколько именно вы тратите и сколько бюджета осталось, и визуализировать это все в виде графиков. Еще я использовала это приложение в рамках своей психотерапии, потому что у меня была такая проблема, что я боялась тратить деньги, я испытывала вину, когда я их трачу, и я постоянно волновалась о том, чтобы заработать побольше. И поскольку в нашем обществе траты денег сопряжены с удовлетворением большинства наших потребностей, то я, получается, чувствовала вину за удовлетворение своих потребностей. Например, за покупку фруктов. Буквально было такое, что я покупала себе фрукты, ела их и плакала. Сначала я на психотерапии сделала такую штуку, как пайчарт. И в этом пайчарте нарисовала, сколько я планирую тратить на разные категории своей жизни. Причем сначала там была только еда и работа, но мой психотерапевт настоял на том, чтобы там еще были развлечения и всякий такой селф-кер. В этом пайчарте я прикинула, сколько я хочу тратить. И потом в течение нескольких недель я использовала приложение для того, чтобы отследить, сколько по факту я трачу. Потом мне нужно было это проанализировать, сделать какие-то выводы. И если нужно, внести коррективы в свой запланированный бюджет. Или в свои источники дохода. Например, я пойму, что я трачу на это больше, чем я могу тратить. И я не хочу отказываться от этого. Я хочу оставить это на том же уровне. Нужно ли мне уменьшить деньги, которые я откладываю, или мне нужно постараться зарабатывать больше? Если да, то как? Или я могу заметить, что я планирую тратить на развлечения вот столько денег, но в реальности постоянно трачу меньше. Например, я очень хочу сходить на скалолазание, но я всегда от этого отказываюсь. Зная, что скалолазание приносит мне просто дофига радости и делает мою жизнь лучше. Может, мне нужно на психотерапии как-то обсудить, почему я постоянно отказываюсь от этого, почему я не могу найти время для этого в своей жизни. Короче, это может быть хорошим поводом для рефлексии о своих потребностях и заботе о себе. Скачать приложение CoinKeeper можно по ссылке в описании. Лучше купить платную версию, в ней полный функционал, а по моей ссылке вы можете на три года получить доступ ко всем функциям в четыре раза дешевле. Это меньше одного рубля в день. И еще в придачу по моей ссылке вы получите подарок «Финансовый план». Это пять писем с полезными инструментами и советами о том, как вести учет своих финансов. Ссылка в описании. Спасибо, что посмотрели рекламу. Я съела нектарин и мы продолжаем. Дальше медицина. Живя здесь месяц, я все еще не чувствую себя комфортно объяснять, как тут все работает с медициной. Я только могу сказать, что у нас с Пашей есть страховка. У Паши она бесплатная от универа, а у меня она стоит 60 евро в месяц. И благодаря этой страховке я могу ходить ко врачам типа как бесплатно. И покупать лекарства тоже. И у этой страховки есть своя сеть аптек и врачей. И если я хожу вот внутри сети, то там типа бесплатно. А если я хожу в какие-то другие места, то я должна буду чеки из этих мест показать моей страховке, чтобы они мне возместили эту сумму. Я пока всем этим воспользовалась только один раз. Я сходила к GP, просто General Practitioner, для того, чтобы адаптировать свой рецепт на антидепрессанты. Типа вот мой российский рецепт адаптировать на местный. Сразу скажу, это полный угар, как это происходило. Я даже не показала им свой рецепт. Мой психиатр написал просто на бумажке, что вот такая-то, такая-то, такого-то года рождения принимает вот такое и вот такое в такой дозировке. И подпись. То есть это просто бумажка, которая вот просто А4 бумажка, распечатанная на принтере. Я написала имейл врачу, выслала вот эту фотографию этой бумажки и говорю, здрасте, можно к вам прийти, чтобы местный рецепт сделать? Они такие, да, приходи. Я пришла туда без записи, прихожу на ресепшн. На ресепшне у меня берут всю мою информацию, смотрят на эту фотографию, такие, угу, хорошо. И выписывают мне рецепт. На меня даже врач не посмотрел, мне вообще ничего не спросили. То есть, я не знаю, просто такие, ага, хорошо. А в аптеке мне уже пришлось заплатить деньги, и поэтому вот я сфоткала свой чек, и отослала страховку, и пока что мне не вернули деньги. Ну, вроде как на это уходят недели или две. Однако есть сложность. Рецепт мне нужно получать раз в месяц, каждый месяц. В отличие от России, где я могла прийти к психиатру, получить рецепт, и больше с ним не видится, не знаю, год. Я с одним рецептом реально ходила год. Потому что я покупала сюда в аптеке, где рецепт не смотрят. Типа там спрашивают формально, но на самом деле по факту не смотрят вообще. Вот. Нет, я не скажу вам, что это за аптека. Антидепрессанты и нормотимики. У меня получилось 75 евро, но я надеюсь, что в будущем мне все это будет возмещать страховка, поэтому, может быть, это превратится в ноль. Психотерапия. Психотерапия у меня стоит 3000 рублей в час. Я занимаюсь 2 часа 2 раза в месяц. 6000 умножить на 2, 12. 12 тысяч рублей. Получается примерно 140 евро. Парикмахер. Паша на следующей неделе идет туда, и вроде как это стоит 30 евро, но я также видела, что это может стоить и 50 евро, и 60, и 70. Не знаю, короче, 50. Но мы... Мы столько не тратим. Ну, 30. 30. Растительность. Транспорт. В Вене ужасно дорого стоит одиночная поездка на метро, если у вас нет абонемента. Одна поездка стоит 2 евро 60. Однако, если вы покупаете проездной на год, это стоит 365 евро. Получается, что один день стоит 1 евро. И это дороже, чем в Москве. В Москве годовой абонемент стоит где-то 19 тысяч рублей. Но в Москве транспорт хуже, чем в Вене. В Вене транспорт просто... Ну, вообще просто... Ну, я не знаю, как описать, но это просто вот рай на земле. Везде трамваи. Все очень плавно ходит. Все очень какое-то вот комфортное. Ну, просто... Ну, какой-то... Ну, вот... Ну, кайф. Мне очень сильно нравится куда-то ехать по делам. О! Кот! Напротив есть кот! Я просто впервые вижу этого кота. Такси! Можно забыть об этом. Мы здесь не пользуемся такси и не планируем. В Вене одна поездка обойдется там в 15 евро. Это больше, чем 1000 рублей. Это просто вот шикануть. Не знаю, если очень плохо и надо срочно домой. Ну, не знаю. Дальше. Собака. В Москве все наши траты на собаку заключались в покупке корма, бровекта и дрантала раз в три месяца. Здесь к этому добавляется ежегодный налог 75 евро. Видимо, на эти налоги устанавливаются пакетики для какашек на улицах. Бесплатные. Реально, по всей Вене везде установлены бесплатные пакетики для какашек. Просто. Я уже чувствую, что я когда об этом говорю, то я такая, ну да, пакетики. Но, как бы, по факту, это же просто шок. Я когда первый раз это увидела, у меня просто в голове ничего не выкладывалось. Я просто офигела. Как бы, ты берешь этот пакетик и такой, это точно можно? Кормим мы чуню сухим кормом Акана. Это хороший корм, и он стоит за большую упаковку 6 килограмм в России где-то 6 тысяч рублей. А здесь вроде как чуть-чуть подешевле, но в России больше его нет, потому что там проблемы с поставками и что-то какая-то там тема про то, что что-то там ГМО. Я хз абсолютно. Короче, его больше нет в России, поэтому в моей табличке, где Вена или Москва побеждает, Вена побеждает, даже если бы Акана стоила здесь дороже. Сколько стоит ветеринар? Я, к сожалению, пока что не знаю. Вообще абсолютно. И последнее, в прошлом месяце мы потратили 10 тысяч рублей на получение карточки в НЖ. Это нас вдвоем попросили что-то там заплатить, когда нам выдавали вот эти карточки. В итоге получается, что на троих я, Паша Чуня, в месяц на жизнь мы тратим примерно 1200 евро. Это такой бейслайн. И на самом деле, наверное, мы тратим чуть больше, потому что нужно какие-то делать покупки неожиданные. Мы покупали печку. Самая лучшая покупка в моей жизни, в нашей жизни стоила 80 евро. И сейчас мы там печем хлеб. Мы покупаем, типа, полуготовый хлеб, попадем в эту печку. Каждое утро у нас хрустящий, свежий хлеб. Про то, сколько и как я зарабатываю, мне кажется, можно спокойно делать отдельное видео, но я кратко скажу, что вот я зарабатываю больше, чем эту сумму, больше, чем 1500 в месяц. Плюс у Паши сейчас есть стипендия 500 евро в месяц. И получается, что все, что у нас есть сверху этой суммы, мы откладываем на сбережение и откладываем на отпуск. То есть сбережение это такая вот подушка безопасности, которую просто никто не трогает, она просто есть. А отпуск это отпуск в каких-нибудь воображаемых будущих, когда можно будет поехать в отпуск. Хотя вроде как уже можно ездить куда-то, но мы уже в Европе живем. Сори, я пока вообще не, я пока вообще ничего не знаю, я не задумывалась об этом вопросе. На этом все. Привет от Ники, которая монтирует это видео. Спасибо большое, что посмотрели его. Надеюсь, что оно было полезным для вас или хотя бы интересным. подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк, оставляйте какой-нибудь комментарий и смотрите мои видео каждую неделю в четверг. Да-да, теперь я хочу выпускать видео раз в неделю. Раньше я выкладывала два видео в месяц и я как-то относилась к этим видео серьезно и чувствовала, что мой блог это такая вот площадка для высказывания. А теперь я хочу попробовать вернуть на него немножечко вайба блога и выкладывать какие-нибудь более лайтовые видео, например, как я играю на укулеле, или как Чуни бегает по квартире. Короче, что-то, что не обязательно будет набирать много просмотров и не обязательно будет какие-то важные темы поднимать, но это будет важно для меня и, не знаю, я буду реализовывать свою потребность, снимать свою жизнь, как раньше. Много лет я боялась это делать, потому что мне казалось, что если какое-то видео набирает мало просмотров, то my channel is fucked, но это оказывается вообще не так. Оказывается, алгоритму абсолютно пофиг на то, какая динамика ваших просмотров. YouTube интересно только конкретное видео, и если оно попадает в какую-то струю виральности, окей, оно вирусится, а если оно не особо попадает в струю и оно не выходит в рекомендации к разным другим пользователям, ну окей, типа это более маленькое видео, и ничего в этом плохого для канала нет. Так что все, смотрите, пожалуйста, мои видео каждую неделю. Я знаю, что никто не заходит во вкладку subscribed, все сидят на главный, но можете подписаться на колокольчик, тогда они будут приходить вам на почту. Меня зовут! Большое спасибо всем, кто поддерживает меня на патреоне. Если вы хотите тоже присоединиться к этим людям, то можете перейти по ссылке в описании или по ссылке в конце видео. Субтитры сделал DimaTorzok